Сейчас игроки клуба Иркутск возглавляют турнирную таблицу и готовятся к выездным играм. Настроение футболистов резко улучшилось после того, как они узнали, что их команда прошла аккредитацию и стала участником ФНЛ-2. Защитник Григорий Труфанов сейчас тренируется отдельно от коллектива. У него микротравма. Но, признается игрок, до первых профессиональных матчей восстановиться успеет. Это огромный шаг в развитии, я считаю, спорта именно в Иркутской области, потому что это не только 30 человек, которые в команде, это и все ребята, которые занимаются, молодые. Мы, соответственно, хотим быть для них хорошим примером, потому что крайние игры, которые мы проводили здесь на стадионе, было очень много детей, маленьких. Они, соответственно, смотрят и тоже хотят заниматься спортом. Правда, сейчас о профессиональном футболе мыслей немного. Нужно продолжать удерживать лидерство в чемпионате Сибири и Дальнего Востока. Там Иркутск идет без поражений. Спортивная подготовка из-за приятных новостей пока не потерпела принципиальных изменений. Мы подготовку запланировали давно, поэтому мы рассматриваем участие в третьем дивизионе именно как процесс подготовки. Поэтому тренировочная работа каких-то серьезных изменений не претерпит. Другое дело, сейчас не совсем понятно, когда будет начало чемпионата. Поэтому вот это заставляет мне определенную сложность, чтобы спланировать нагрузку. Форматы соперники Иркутян по ФНЛ-2 станут известны позже. Кроме горожан, там сыграют еще 19 команд. В первую очередь, наверное, эмоции такие, как счастье. Наконец-то в Иркутске вернулся профессиональный футбол. Сейчас мы, футбольный клуб Иркутск, начали с самых низов и дошли до ступеньки профессионального уровня. Для нас это как бы такая, как сказка. А следующие игры иркутяне проведут на выезде против Читы и Бурятии. Они пройдут 9 и 11 июня. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok